Привет, друзья! Меня зовут Игорь Черский. Это первый образовательно-алкогольный канал. И сегодня наша редкая, но очень любимая рубрика «Промышленный туризм». Это та самая рубрика, где мы с Юрой Юрьевичем вам рассказываем, откуда, собственно, что берется, где производят у нас качественные товары, из чего, как, вот весь процесс с нуля и до финального результата. Вы, наверное, помните наши бессмертные съемки Кемлянского спиртзавода, Саранского ликероводочного завода. Ну, а сегодня, сегодня мы находимся под Казанью в одном секретном месте на расстоянии 40 или более километров от Казани, где расположен огромный завод «Позис», который в том числе производит лучшие российские холодильники. И в этих холодильниках можно хранить и продукты, и, в общем-то, конечно, основную тему нашего канала, то есть разные спиртные напитки. Мы сегодня посмотрим, как эти холодильники делаются, и определим, в каких холодильниках лучше хранить. Рядом со мной замечательный молодой человек, Булат Радикович Хасанов, заместитель генерального директора, которого мы виделись на разных выставках, и он нам уже рассказывал о заводе, а теперь мы увидим его, собственно, на его рабочем месте, и он нас встречает, показывает и что нам рассказывает. На самом деле, Игорь, Юрий, рады приветствовать вас у нас на заводе. Наконец-таки вы к нам приехали, да. Это действительно завод очень взрослый, год основания 1898 год, и разные вехи, так скажем, в истории завода были. Это и оборонное, так скажем, направление, и по сей день являемся оборонным предприятием. И, безусловно, гражданский сегмент, который мы развиваем с 1959 года. Первый холодильник, здесь он как раз-таки представлен под торговой маркой «Мир», выпущен был именно в 1959 году. И уже в 70-е годы, наверное, многие из наших зрителей помнят, это торговая марка «Свияга». И в конце 90-х, в начале 2000-х годов мы называемся «Акционерное общество производственного объединения завода «Миссерго». Соответственно, «Производственное объединение завода «Миссерго»» – это аббревиатура «Позис». И с начала 2000-х годов мы всю номенклатуру нашей производимой линейки называем, так скажем, выпускаем под торговой маркой «Позис». Добро пожаловать! Сейчас предлагаю пройти и посмотреть, и нашим уважаемым зрителям показать, как создается и как производятся наши холодильники. Очень интересно, пойдемте. Одну секундочку, а можно заглянуть в старый мир? Да, конечно. Холодильник «Мир» на столе. О! О! А тут, оказывается, кое-что есть. Прекрасно работает с тех времен. Слушай, как охлаждают вообще. Холодненькое. Может, нам чертки и повезет сегодня, нальют. Подожди, там в двери еще сокровища. Вот сокровища. Этим утром я сокровища нашла. Слушай, вот теперь люди поймут, зачем мы сюда приедем. Да уж, тут нам придется с тобой серьезно употребить. Да, слушай, ну пойдем сначала завод поснимать. Хорошо. Ты прилич. Год основания завода 1898 год. Вот как правильно отметили, в 1998 году началась новейшая история нашего завода, нашего восстановления, так скажем, завода. Потому что, ну, история, мягко говоря, в 90-е годы, она, наверное, у всех была примерно одинаково идентична. И вот конкретно цех, где производились холодильники, у сотрудников почти год был долг по зарплате. А здесь ничего толком не производилось. Здесь голуби летали в этом цеху. И вот за весь год мы в 1998 году произвели всего лишь 5000 холодильников. Это две модели холодильников и две модели морозильников. И первая задача, которая поставлена была и перед менеджментом, и перед всеми сотрудниками завода. Мы, завод, режимный, по сей день являемся военным заводом, уйти от зависимости гособоронзаказа. А это можно сделать только благодаря гражданскому продукту. Поэтому приняли решение реанимировать, обновлять, освежать гражданский продукт именно холодильник. И первый инвестиционный проект, так скажем, был защищен. И начали проводить модернизацию вот этого корпуса, соседнего корпуса, для того, чтобы можно было конкурировать с ведущими мировыми производителями. Это вот руководитель производства, Руслан Хайрулин. И мы сейчас начинаем свой путь. Руслан, как я понимаю, мы начнем свой путь с самого-самого первого момента, с которого начинается производство комплектующих для холодильника. То есть это вот этот металл. Вот стоит огромный рулон металла. Вот я его трогаю рукой, он прямо лист жестия такой твердый, толстый. Я не знаю, наверное, сейчас машины делают точьше, честно говоря. Представляющий металлический металл. Здесь у нас штамповозаготовительное производство. То есть сюда приходит весь металл, сталь, алюминий, металл, пласт. То есть он весь приходит в рулонах. Средний вес рулона 7 тонн. То есть у нас две линии рулонного раскроя, линии Рейтер, линия Рускана. То есть здесь мы режем металл на карты и уже дальше подаем на дальнейшую обработку. То есть у нас на пресса и на линии гибких. В данный момент вот здесь происходит размотка рулона с алюминием. То есть этот алюминий идет на внутренний шкаф. То есть у нас в производстве, ну, внутренний шкаф делаем из цветных металлов, наружный шкаф делаем из черного металла толщиной 0,5-0,55 мм. То есть конкуренты к сравнению делают наружный шкаф уже из 0,3. То есть мы по такому пути не пошли. То есть для нас качество и надежность на первом месте. Нормальный, хороший металл, да? Он еще такой приятный на ощупь. Это лимонная корка называется. То есть это не просто алюминий. Это алюминий покрыт еще лаком. То есть он защищает внутренний шкаф от коррозии. То есть здесь 15 лет гарантированно срок службы. Практически самолеты из таких делаешь. Да. Здесь у нас участок автоматических линий. То есть все оборудование, которое представлено на данном участке, оно изготовлено и разработано у нас на предприятии. То есть у нас есть еще, кроме производства холодильника, есть инженерный центр машиностроения и машиностроительное производство. То есть раньше развивалось оно как дополнительный производство вспомогательное. То есть сейчас это отдельный вид бизнеса. И мы сейчас делаем вот такие вот линии. То есть вот на данной линии мы гнем двери. Сюда привязано 26 моделей дверей. То есть как из черного металла, так и из крашеного металла позволяет нам делать. Современные линии, аналог немецкой линии, но стоит в два раза дешевле. Так, Александр, а это уже готовые панели для холодильника, правильно? Да, это наружная панель двери. То есть она делается этой линией, позволяет делать сразу из крашеного металла. То есть перейдя на такой вариант производства, мы из общего цикла производства холодильника в два с половиной часа убираем. То есть это цикл покраски. Я понял, а крашеный металл вы получаете или красите сами? Крашеный металл мы получаем. То есть он у нас как из Кореи идет, так и из России. Ну понятно, то есть он высокого качества покраски. Может работать так, чтобы не повредить. У него основа оцинкованная старь, и на нее уже наносится жидкая краска. Плюс сверху защитная пленка, чтобы в результате обработки никаких деформаций там с аратом не было. Понял. Это наши вакуум-формы, с помощью которых мы формуем шкафы внутренние. То есть на каждую модель идет своя форма. Она обязательно должна быть отполирована дизеркального блеска, чтобы никаких изъянов потом не было, и они, дай бог, не отпечатались на внутреннем шкафе. Здесь у нас узел загрузки. То есть сначала катается такой лист из полистирола. Он уходит в зону нагрева, несколько зон нагрева. Он до полу такого тягучего состояния расплавляется. Из него уже потом разбивается шар, и формуется необходимая модель внутреннего шкафа холодильного прибора. То есть сюда приходит раскаленный лист. Он за счет воздуха набивается вот такой шар. Поднимается форма. Вакуум с помощью вакуума присасывается. То есть и принимает форму самого пуансона. То есть на каждую модель своя форма. Включается охлаждение воздушное. То есть воздух под высоким давлением обдувает поверхность шкафа. Он застывает и уходит на следующую позицию уже на рубку. Так, а это что у нас происходит? То есть здесь на внутреннем шкафе вырезаются технологические отверстия, отверстия под светильник с помощью лазера. То есть здесь стоит два робота, которые оснащены современным лазером. То есть раньше мы все это пробивали вручную. Но сейчас с помощью лазера буквально за 20 секунд полностью выходит готовый внутренний шкаф. Мы его там можем увидеть. Это уже готовые внутренние шкафы как раз для винных холодильников. То есть мы можем формовать и черный внутренний шкаф, и вишневого цвета. То есть в зависимости от желания, от потребности наших клиентов. То есть если мы белые внутренние шкафы используем для бытовых, то есть цветные для винных. Вот это куча цифр. Что означает? Это настроечный первый лист. То есть рисуются зоны нагрева, и по ним уже регулируется нагрев формы, чтобы снизить количество наладочного брака. Понял. Это компьютер, который всем управляет. Причем здесь задаются все основные технологические параметры, и он мониторит состояние каждого крупного узла линии. То есть его можно раскрыть, укрупненно посмотреть, есть ли какие-то неполадки. Об этом компьютер заранее сообщил. Так, а это что у нас сейчас происходит? То есть здесь происходит процесс заливки шкафов внутренних. То есть это заливочная головка. В ней смешиваются два компонента, полиол и зацианат. И происходит впрыск жидкого компонента, который в процессе превратится в пену, и шкаф получит полную термоизоляцию. То есть средний цикл от 8 до 12 минут. Это вспенивание, полностью вызревание пены внутри шкафа. То есть здесь мы перешли полностью на озонобезопасные технологии. То есть раньше в качестве вспенивателя мы использовали фреон. То есть сейчас используем озонобезопасный цикл пенда. Так, а это что за страшная штука? Это линия гибки испарителя. То есть здесь мы гнем все испарители. Если мотор-компрессор это сердце холодильного прибора, то есть испаритель это его кровеносная система. То есть здесь закладывается очень важный элемент качества. То есть все испарители мы делаем из цветного металла. То есть сейчас конкуренты для нас. Ну, многие делают из оцинкованной трубы. То есть, но это ограничивает срок службы холодильника тремя годами. То есть у нас все коррозионные испытания проходят по стандартам спецпроизводства. То есть поэтому мы используем только медь и алюминий в наших испарителях. То есть переходя на современные хладагенты, мы сейчас полностью перешли, ушли от фреона, перешли на изобутан. Изобутан, хоть он и озонобезопасный, но он еще сильнее разрушает изнутри испаритель. То есть поэтому мы не пошли по пути удешевления, а пошли по пути качества и остались на медных и алюминиевых трубках. То есть вот эта линия позволяет за раз обработать сразу 8 испарителей, максимальная длина 12 метров. Так, собственно, это она и есть, душа холодильника, его мотор. Да, совершенно верно. Это сердце холодильного прибора, мотор-компрессор. Мы используем только импортный мотор-компрессора, используем фирму Embraco. То есть это итальянские моторы, самые современные, такие же, допустим, Bosch ставит на свои холодильные приборы. Так, что это за таинство? Здесь происходит пайка всех стыков. То есть к мотор-компрессору соединяются все стыки испарителя, конденсатора, и все стыки запаиваются серебряным припоем. То есть у нас припой с содержанием серебра 23%, мы тоже на этом не экономим. Молодцы. Здесь у нас происходит заправка холодильного прибора и обрезка заправочного патрубка с помощью ультразвуковой сварки. То есть у нас холодоген, которым заправляем холодильники, то есть он взрывоопасный, поэтому здесь используется не пайка, а ультразвуковая сварка. То есть метный патрубок обрезается и запаивается сразу за одну операцию. Так, а я могу подойти покрупнее, если нет? Да, конечно. Не, не, может. А, вот это запайка, да? Да. Отлично. А там идет заправка, конечно? То есть там идет заправка, да. К каждому холодильнику подсоединяется заправочный пистолет, сканируется штрих-код, и стенд заправки автоматически выдает дозу согласно модели холодильного прибора. То есть в среднем доза от 25 до 40 грамм. А, у них еще и разные дозы, да? Да, у каждого холодильного прибора разные дозы, в зависимости от его назначения. Допустим, у морозильника большая доза холодогента, там у бытового меньше. То есть таким образом. Сейчас еще раз этот процесс снимем. Да, и здесь вот происходит ультразвуковая сварка, происходит такой характерный звук, то есть значит сварка получилась качественной. В 2016 году наш генеральный директор докладывал президенту нашей страны, Владимиру Владимировичу Путину, о наших успехах в гражданском сегменте, в освоении гражданской продукции. И вот в частности ему представлены были как бытовые холодильники, так и медицинская техника. И всеобщая, так скажем, мобилизация на развитие именно гражданского сегмента на оборонных предприятиях началась вот с той очень важной для оборонных предприятий встречи. И после этого было огромное количество правительства нашей страны разработано различных инструментов по поддержке предприятий, вот по развитию именно гражданского сегмента. Кремль закупает ваши холодильники для сварки? Конечно. И аппарат президента, и различные фаивы. То есть абсолютно верно. Здесь последняя точка контроля качества проходит. То есть здесь испытательная ведомость из холодильника изымается, в него укладывается паспорт, то есть уже готовый холодильник уходит на склад. То есть испытанные холодильники, укомплектованные посудой полностью, им присваивается штрих-код, он сканируется окончательно, который уходит в базу данных, и который хранится на время гарантийной службы холодильника. Дальше холодильники уже по конвейеру уходят на склад, откуда уже производится отгрузка. То есть в летний сезон прямо с конвейера уходят холодильники уже все расписанные по машинам, какой в конкретную машину пойдет. То есть спрос на самом деле очень высокий. То есть и вот флаги стран-партнеров, куда мы поставляем нашу холодильную продукцию, то есть это страны ближнего зарубежья, и с недавних пор мы начали поставлять холодильники наши в Италию. В Италию? Да. То есть там стоят их моторы, но они предпочитают ваш дизайн и вашу конструкцию, да? Да, предпочитают наш дизайн, наше качество. То есть выбирают в основном это винные холодильники и холодильники витрины. Ну это, пожалуй, самое важное, что мы тут почерпнули, что вы настолько хорошо делаете, что у вас закупают итальянцы. То есть не у себя где дешевле, а у вас где в качестве и надежности. Спасибо большое. Да, совершенно верно. Мы с вами познакомились с историей нашего завода, посмотрели современное производство. На сегодняшний день мы производим 110 моделей и более 700 различных модификаций холодильной техники. А сейчас мы бы хотели начать экскурсию, так скажем, по нашему шоуруму. Мы реализуем серьезный инвестиционный проект, в рамках которого мы планируем расширять линейку выпускаемой холодильной техники. Здесь представлен прототип, и в этом году мы уже начали тестовые продажи встраиваемой холодильной техники, как холодильной техники, так и морозильной техники. В том числе освоение производства другой крупногабаритной техники. А, то есть чтобы была кухня под ключ, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно. И здесь вы можете обратить внимание, то есть сегодня любой из серийных производимых холодильников мы можем исполнить в любом из этих цветов. Также, переходя к следующему образцу, это холодильник сайд-бай-сайд, так называемый, то есть в нержавейке. Вот на сегодняшний день end-user прайс, так скажем, для конечного потребителя, вот этот вот замечательный холодильник будет стоить порядка 60 тысяч рублей. То есть метр восемь. А сколько стоит зарубежный аналог? Ну, а зарубежный аналог в два раза дороже, скажем так. То есть это итальянская нержавейка с покрытием антифингер, который не оставляет следов. Здесь также используется современный мотор-компрессора европейского производства. Хочу обратить внимание, у нас есть студия художественной росписи, где наши художники по своей запатентованной технологии любой серийный производимый холодильник могут расписать. Расписать абсолютно по любому дизайну. Нам нужна на любом носителе картинка. Мы ее синхронизируем с выбранной моделью, согласовываем с заказчиком и, соответственно, исполняем. Срок исполнения от двух недель в зависимости от сложности рисунка. Обратите внимание, там стразы Сваровские. Да, в том числе инхронизируем кристаллами Сваровские. То есть это корпоративный заказ. Наш собственник заказывали брендированный холодильник. Поэтому можно абсолютно любой сюжет, как я уже ранее говорил. Также мы производим ОМ-проекты. То есть фактически мы не являемся владельцами данных торговых марок, а получаем технические задания. Согласно их техническому заданию производим эксклюзивно для них холодильники. Здесь вот тоже наша новинка, перспектива. В этом году мы вот сейчас проводим сертификацию данных приборов. То есть данный холодильник оснащен электронным блоком управления и в том числе ультрафиолетовой лампой. То есть, как вы видите, здесь встроенный специальный механизм с толкателем. То есть у хозяйки, если заняты руки, она, коснувшись двери, автоматически открывается и можно беспрепятственно положить там кастрюлю, сковородку, какое-то что-то габаритное, когда заняты руки. И ультрафиолетовая лампа, которая позволяет, то есть она работает в непрерывном режиме, позволяет обрабатывать помещенные в данный прибор продукты. Вот. Далее тоже перспектива. То есть этот холодильник системы Full No Frost, этот холодильник капельное, то есть такое стандартное капельное охлаждение, требует разморозки. В перспективе мы планируем там со следующего года выпускать целую линейку данных холодильников там в абсолютно новом дизайне. Здесь представлен бестселлер, наш морозильник системы Full No Frost. На протяжении двух лет мы уже производим эту модель. Морозильник прекрасным спросом пользуется. Фактически круглый год находится в дефиците. Ну еще бы. Дачники, наверное, все туда привозят, загружают. На самом деле и дачники, и кафе, и рестораны. То есть прекрасный морозильник получился. Далее прошу обратить внимание, это со следующего года. Я думаю, что даже в этом году мы сейчас проводим испытания, проходят сертификации. Это холодильник для выращивания микрозелени. То есть буквально на днях ребята посеяли, и через неделю уже будут всходы. Слушайте, это же моднейшая вещь. Во всех модных ресторанах очень любят украсить мелкими этими листиками этого базилика такой, именно микрозелень. Да, вы знаете, на самом деле, очень много уже и частных заказов. То есть не только B2B-сегмент, но и B2C. И люди, ну, вы правильно сказали, это абсолютно модно сегодня, правильно жить, правильно питаться. И частные заказы тоже есть на данный холодильник. Также вот одна из перспектив, мы в конце года, я думаю, что начнем серийно производить, это холодильник для вызревания сыра. То есть здесь специальный микропроцессор, итальянский микропроцессор, и внутри специально микроклимат. То есть на протяжении полутора лет мы проводим различные опытно-конструкторские работы по доработке, по началу серийного выпуска данной модели. Ну, как мой коллега ранее говорил, мы осуществляем поставки не только на территории Российской Федерации, но и осуществляем поставки на экспорт. В частности, вот эту вот модель мы уже несколько лет назад прошли си-сертификацию и активно поставляем в страны Европы, точнее в Италию, точнее в Италию. И уже из Италии наш партнер распространяет по всей Европе. Мы участвовали в тендере и конкурировали наравне с итальянцами, с турками, с китайцами. Ну, и наш партнер, у него есть специальная лаборатория, в рамках которой они провели испытания. И там цена, качество, мы оказались победителями. И уже, я говорю, четвертый год осуществляем поставки в Европу, в частности в Италию. Причем не только в витрин для хранения напитков, но и в том числе вот уже третий год мы осуществляем поставки наших специализированных винных холодильников. Чуть позже я вам расскажу. Следующая модель – это холодильник для хранения меховых изделий. Это профессиональный шкаф. Профессиональный шкаф, почему он профессиональный? Потому что разрабатывался специально для хранения меховых изделий. То есть мы общались с профессионалами, с технологами, которые нам рассказали секрет, как нужно правильно хранить вот именно меховые изделия. То есть главное его отличие от бытового холодильника – это, безусловно, ну как бы габариты. Ну и, соответственно, температурный режим. То есть нормальный режим работы данного холодильника – плюс 8, плюс 10 градусов. Но каждые 30 дней данный холодильник превращается в морозильник. То есть опускается температура в автоматическом режиме до минус 10 градусов. И, соответственно, меху там комфортно. То есть для него определенная встряска. И вот вы можете видеть, насколько ему там хорошо. То есть вот он весь такой пушистый, интересный. И, соответственно, если какая-то живность завелась, я имею в виду моль, там еще кто-то, при отрицательных температурах она погибнет. Вот. И уже в автоматическом режиме через сутки работы холодильник, точнее морозильник, возвращается в нормальный режим, плюсовой режим работы, и возвращается, становится холодильником. Так, я чувствую, мы сейчас пойдем туда, с чего началось наше знакомство. Ведь мы с вами начали общаться на всевозможных выставках. Нас тогда с Юрой привлек ваш стенд, вы нам рассказывали, каталоги показывали. Но вот, честно говоря, живьем такое разнообразие мы не видели. Поэтому большое спасибо, что пригласили. Действительно, сегодня мы производим целую линейку специализированных винных холодильников от маленьких тейблтопов до двухметровых моделей, в том числе и полноценный мультизональный холодильник. То есть здесь две абсолютно независимые камеры. Соответственно, два блока управления, два мотор-компрессора, и можно установить любую температуру. То есть отдельно для красного вина, отдельно для белого вина, ну или любой другой температурный режим, необходимый для правильного хранения ваших продуктов. Ну и мы не останавливаемся на месте, мы продолжаем развиваться, то есть продолжаем совершенствовать наш продукт, и расширяем производимый опционал. То есть вот в частности, Игорь, я прошу обратить внимание, да, то есть здесь мы экспериментируем с габаритами, и в частности вот благодаря такой этажерке мы увеличили объем хранения бутылок до 167 единиц. Также любой серийно производимый винный холодильник мы можем исполнить вот в таком замечательном дизайне. Это массив дуба, ну это действительно массив, то есть вот в частности вот этот вот образец высотой метр тридцать, он весит, ну порядка 170 килограмм. Ничего себе. Это новинка, вы его действительно видите впервые, то есть в обновленном дизайне, немного забегаем вперед, пока он под нашей торговой маркой Posis, но в перспективе мы запускаем новую премиальную линейку холодильной техники, это будет совершенно иной облик серийно выпускаемых холодильников. То есть также мы планируем предложить целую линейку специализированных винных холодильников в новом дизайне. Открыть можно? Да. Красота. Слушайте, а за счет какой хитрости, извините, туда удалось запихнуть 167? Это хитрость, это наш секрет на самом деле, да. То есть мы его не узнаем? Да. Нет, потому что визуально тут как бы... А, или они кладутся пирамидами? Да, кладутся пирамидами. А, как закладки вот в этих? Да, 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 именно так, я понял. Ну, закладки я имел в виду в этих винных погребах. Да. Ну, кроме бытовых и специализированных винных холодильников, мы производим целую гамму специализированной медицинской техники. И вот, ну, действительно, там в прошлом году, в период пандемии, супер востребованная наша продукция была. То есть не только для хранения вакцин, но в целом для хранения лекарств. И вот просто я покажу вам высокие технологии. То есть вот здесь, например, морозильник. В частности, вот в таких морозильниках объемом 300 литров хранятся современные вакцины. То есть это и наш всем известный спутник ВИИ и как бы другие вакцины. Ну и, соответственно, вот минус 8,6. То есть европейские вакцины, европейские вакцины также хранятся. И вот у нас есть заказы и из Швейцарии, и из Финляндии, и Израиль, ну и, безусловно, там Казахстан, Азербайджан. То есть кто использует, кроме отечественной вакцины, западные вакцины, у которых температурный режим хранения уже глубже, то есть это минус 7 градусов, также приобретают наши морозильники. Вот я, кстати, по-моему, вот тот видел, когда ходил делать приливку. Есть такие центры «Здоровая Москва». Да. Вот, очень хорошо оборудованы. Я прям обрадовался, увидев родное слово «позис». Да. Вот, и сразу почему-то поверил, что у меня не будет побочных эффектов. Их не было. Да. Явно потому, что вакцина хранилась в вашем холодильнике. Спасибо. Вам спасибо. Ну, на самом деле, я говорю, вот здесь целая гамма холодильник, в частности, вот здесь вот, например, холодильник для хранения медицинских обходов, то есть принцип работы какой? Внутри ультрафиолетовая лампа, и после операции, когда бинты, шприцы и так далее, все это складывается сюда, то есть в течение двух-трех дней хранится, и уже после этого отвозят на утилизацию. Ну, вот тоже одна из наших новинок – это специализированный холодильник для хранения вакцин. То есть мы его разработали по требованию Роспотребнадзора. На самом деле этот продукт был разработан и произведен до пандемии, то есть требование было такое, чтобы холодильник держал в течение 24 часов при отключении от всех источников питания заданной температурной режиме. Ничего себе! Вот мы, согласно их техническому заданию, в течение года оперативно разработали, то есть экспериментировали с пеной, вот наши конструктора много работы провели, ну и действительно рынку предложили замечательный продукт, который даже не 24 часа, а до 32 часов держит заданный температурный режим. А у него какой-то аккумулятор есть запасной? Да, есть специальные аккумуляторы, то есть здесь и внутри аккумулятора холода, и при заливке мы использовали несколько компонентов для того, чтобы, так скажем, дольше держать заданный температурный режим. То есть это большая работа была проведена. А, я думаю, что это дополнительное питание, а нет, он просто за счет вот этих… В том-то и дело, то есть было два пути, можно было использовать внешний аккумулятор, но там тоже есть определенные минусы, то есть через год их нужно проверять, обновлять и так далее. А с пеной ничего не произойдет, то есть и через два, и через пять лет он будет верой и правдой служить. Поэтому мы пошли по такому чуть дороже, чуть дольше, но вот более неприхотливому образцу. Также, ну вот на самом деле вы, наверное, одни из первых видите, то есть вот здесь прошу обратить внимание, минус 142 градуса. Ничего себе! Это морозильник, себе вообще как бы задачу изначально поставили полностью холодовую цепь замкнуть. Ну, в мире буквально несколько компаний, которые подобные вещи производят. Не открывайте. Сейчас зима же наступит. Открывать можно, да. То есть это прототип, это прототип. То есть внутри, ну фактически минус 150 градусов. А что там, а вот для чего, ну что там? А можно? Да, конечно, опустить можно, вы не прилипите к главному стену. Не надо заперить там юничек минут на 10. Не надо. А то меня разморожат через 100 лет, это будет плохая сутка. То есть вообще себе задачу поставили до минус 170 градусов опуститься, это замена жидкого азота. Вот. В частности, вот в период эпидемии, в период пандемии особо популярные модели это в транспортном исполнении. То есть это для перемещения вакцин. Также активным спросом пользуются так называемые вот холодильники для хранения вакцин. Вот я говорю, они в транспортном исполнении. Ну и средство обеззараживания воздуха, это облучатель-рециркулятор бактерицидный. Вот в прошлом году мы более 50 тысяч данных приборов продали. Ну, действительно, это медицинское изделие, которое не просто очищает воздух, а он именно обеззараживает воздух. И фактически болезнетворные бактерии, если не убивают, то не позволяет им распространяться. А домой такой можно купить? Не то, что можно, а нужно. В прошлом году, и вот на самом деле, по сегодняшний день, огромный спрос сохраняется. То есть, да, сегодня более 100 различных производителей в Российской Федерации, ну, мы их называем гаджеты. То есть, если у нас это медицинское изделие, те приборы не имеют регистрационного удостоверения. Соответственно, мы испытания нашего прибора в свое время, там, 10 лет назад, проводили во ВНИИ дезинфектологии. И вот цифры 99,9% и так далее, то есть, это не просто маркетинг. Это действительно прибор, который не позволяет инфекции распространяться. То есть, данные приборы в стандарте оснащения ЛПУ. И огромное количество уже школ приобрели в классы, в кабинеты. Люди себе домой покупают, там, в каждую комнату начинают ставить. То есть, прибор абсолютно безопасен при использовании, ну, так скажем, человеком. То есть, нет необходимости выходить. Принцип работы какой? Как все, наверное, помнят, раньше были бактерицидные лампы ультрафиолетовые. То есть, помещение обрабатывали, проветривали, и уже потом люди могли заходить. С учетом того, что внутри камеры из нержавейки и нет прямого потока света, данный прибор можно использовать, там, не выходя из кабинета, из комнаты и так далее. То есть, в течение часа от 70 до 100 кубических метров воздух он обгоняет и обрабатывает. То есть, именно обеззараживает. Вот видишь, Юра, а ты говорил, винные холодильники. А тут вон сколько все, сколько пользы для родной страны и для здравоохранения. Абсолютно верно. Спасибо, что пригласили. Я даже не представлял, что все это делаете вы. Да. И еще одна новинка, то есть, вот как мы с вами вперед немного забежали. То есть, в этом году мы начали серийно производить холодильники для хранения сигар. То есть, это не просто холодильник, это полноценный микроклимат. Сигарильник. Да, сигарильник. Хюмидор. Да, хюмидор, абсолютно верно. То есть, здесь полки, это испанский седр. Здесь, опять-таки, вот один блок управления, который контролирует и температуру, и влажность. В частности, вот сейчас он показывает, ну вот влажность, она начала выпадать уже 69%. Ну, ты захвати парочку, наш проверить, как они сохранились. То есть, говорят, запах хюмидора. Да. То есть, на самом деле, мы много экспериментировали с деревом, но вот именно испанский седр – это единственная порода дерева, которая не портит вкус сигар. Огромное спасибо нашему генеральному директору Сергею Викторовичу Чемизову, который был идейным вдохновителем освоения вот этой модели. Ну, вот как я, с чего я начал, мы более 700 различных модификаций холодильной техники производим. Поэтому, я говорю, вот здесь мы вам показали лишь часть из серийной производимой техники. Ну, со своей стороны, я могу передать вот только положительные отзывы со стороны винных экспертов, винных разных профессионалов, которые работают в рознице, работают в хорике. Шкафы ваши востребованы, а за них там даже идет небольшая, как я знаю, скажем так, не спор, да, люди записываются заранее, чтобы приобрести шкафы позис. И это не дефицит, наверное, а это такой очень хороший, высокий спрос, высокое доверие. Заехали перекусить. Мы навели справки, выяснилось, что это позис, стилизованный под хранение в винном небольшом подвальчике нашего ресторана «Ям Ешель». Здесь Рамиль, который работает с Амелье. Рамиль, вот как вообще отзыв о шкафе, как справляется своя работа это изделие? Данный шкаф у нас уже находится у нас более 3-4 лет с открытия. Мы его отдельно заказывали у компании «Позис». Они под свои размеры нам делали, то есть обшивку вы видите, то есть деревянная обшивка, которая очень долго держится, и вопросов к нему не возникает. В данном шкафе 4, находятся 4 секции, да, 4 температуры регулирующие. То есть в летний период времени, даже в зимний, как вы видите, ощущаете, то что у нас здесь своя температура. Ну и в холодильнике непосредственно под каждый регион, под каждую страну мы можем регулировать температуру. То есть здесь, если находится это Франция, Германия и Новый свет, то ниже мы увидим то, что это игристые вина. И чтобы гостю дать именно правильную температуру, мы можем здесь регулировать. В связи с этим с компанией была именно договоренность, и созданы эти шкафы, чтобы мы могли ставить и контролировать уже температуру для каждого региона, для каждого вина. И если мы вспомним, какие шкафы мы видели, это двухсекционный шкаф, просто он объединен в два как бы там брата-близнеца, и они получаются четырехсекционные. И на заказ сделан фасад из массива, который совершенно стильный. То есть многие думают, что там позис – это только какой-то там определенный размер, определенный дизайн. Ничего подобного для ресторана выполнен такой специальный дизайн. Это очень здорово, что можно варьировать. Да, конечно. Тем более, что ребята уже там три года его эксплуатируют вообще без проблем, как я понимаю. То есть да, к нему вопросов нету холодильнику. Что зимой, что летом своя температура поддерживается. Что в данном винном погребе, так же и в холодильниках. Потому что есть вина, которым нужна определенная температура, есть вина, которым нужна другая температура. И в связи с этим мы выстраиваем нужную температуру в хранении. И гости, еще раз говорю, получают тот напиток и ту температуру, которую надо. То есть вот эта история, она очень удобна именно для ресторана, поскольку здесь много разных типов вин. И вот хранение может быть... Здесь можно точно так же было сделать, например, для красного вина. Но здесь природные условия достаточно. Здесь прохладно всегда. И такая вот история получается. Спасибо, на самом деле, да, действительно за доверие. А что касается современных технологий, мы... Ну да, сейчас сложные времена. То есть есть определенные ограничения с перемещением по другим странам. Но там здорово то, что мы до пандемии этой темой активно занимались и продолжаем заниматься, несмотря на то, что много ушло там на удаленный формат. То есть у нас практика такая была. Мы старались по нашей тематике посещать все самые рейтинговые международные выставки. Соответственно, выезжали мы, коммерческая служба, продавцы, и всегда вместе с нами были наши конструктора, которые изучали современные тенденции, технологии и так далее, и так далее. И вот такой синергия определенная была. Вот мы в таком едином порыве создавали вот все, что сегодня вам представили. Сейчас, сегодня вот это направление, оно себя окупает. Вообще вы прибыльное, рентабельное предприятие? Да, безусловно. Это, ну, все это коммерческие продукты. По большому счету мы конкурируем с ведущими транснациональными корпорациями. У нас в стране нет какой-то отдельной полки там для отечественного продукта или там для западных производителей. Поэтому все рынок. То есть на самом деле лучше рынка нет ничего, что толкает к развитию, толкает к движению. Потому что, ну, как только ты куда-то вываливаешься, ты, соответственно, с рынка исчезаешь. И если выпуская там, ну, неконкурентный продукт, ты просто из него попадаешь. Но все равно завод при случае готов перестроиться на производство. В любой момент мы оборонное предприятие, поэтому есть определенные задачи. Не случайно наш холодильник называют стреляющим холодильником. Да. Не только поэтому. Ну, был период, разный период в жизни и нашей страны. Был период, когда у нас три года не было гособоронзаказа. И вот благодаря нашим холодильникам нам удалось сохранить коллектив, нам удалось сохранить компетенции, в том числе и вот в том оборонном направлении. И сейчас мы досрочно даже исполняем и гособоронзаказ. И, соответственно, не подводили и не будем подводить наших клиентов по гражданской продукции. Так что, коллеги, друзья, зрители, покупая холодильник позис, вы еще и поддерживаете обороноспособность нашей страны. Так, теперь главный вопрос. Где все это искать? Вот где человек может найти демонстрационный зал или вот только на сайте? На самом деле, как на сайте нашей компании, так и, безусловно, на сайте наших партнеров. Я, ну, как бы рекламой не буду заниматься. Все прекрасно знают сети, которые реализуют бытовую технику, поэтому со всеми сетями фактически мы работаем. То есть в онлайн-магазинах, в оффлайн-магазинах, в специализированных интернет-магазинах вся наша продукция представлена. Ну, и, безусловно, если есть какие-то там дополнительные вопросы, наши контакты можно найти на сайте www.posis.ru. Мои и наших коллег. Б, О, З, И, С. Булат, спасибо огромное за рассказ. Вы, конечно, скромный человек, но, честно говоря, я рад, что мы все это сняли, потому что я про марку Posis думал, что это только винные холодильники. Мне кажется, что вот нас, конечно, сейчас обвинят в рекламе, но, по-моему, Posis вообще рекламой не занимается. То есть у вас и так все это берут, и государство, и там иностранцы покупают, вот. Но я считаю, что то, что мы сняли сегодня, это очень полезно для нашего потребителя. Он хоть будет знать, что искать, и будет знать, как это сделано и насколько качественно это сделано. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok